Это Коля Голубков, а это его старший брат Иван, водитель междугородного автобуса. Халявщик ты, Колька, оболтус. Ты забыл, чему нас отец с матерью учили? Честно работать. А ты бегаешь, суетишься, промокод вводишь. Халявщик ты, подумал Коля и сказал. Ты не прав, брат. Я не халявщик. Я свои деньги честно зарабатываю. 50 тысяч с промокода я вложил в Жигули и занимаюсь перепродажей, которая приносит мне прибыль. Вот захотел ты 50к, а на работе быстро их не заработаешь. Вводишь промокод и жди пару часов. Я не халявщик, брат. Я предприниматель. И это верно, Лёня. Промокод Лютер. Йоу, всем привет, с вами Стэн Лютер. И сегодня в видео я вам расскажу, как вступить на любую работу и пройти любое собеседование. Что такое РП-термины, РП-атагровки, АХК, бинды и тому подобное. Это самая важная тема для любого игрока. Будь ты бомж или самый богатый человек, не имеет значения. Если ты хочешь вступить в организацию, то ты должен знать это. Если ты долго ждал это видео, то ставь лайк и подпишись, если ты ещё не подписан. И ставь колокольчик, чтобы самым первым увидеть новое видео. Всем приятного просмотра. А перед началом хочу вам рассказать о NextRP. Это бесплатная ролевая игра с открытым миром. Здесь есть новая карта с российским городом, родные дома, улицы и магазины. Но это не КРМП. Это эксклюзивная карта только для NextRP. Здесь есть голосовой чат, большой выбор авто, все машины из реальной жизни и с возможностью тюнинга. Здесь есть море развлечений, банды, стрелки, уличные гонки и очень много чего другого. Также у NextRP есть свой лаунчер. Игру можно просто скачать и запустить. И всё становится само собой. Так что пацаны, тысячи игроков ждут вас уже прямо сейчас в игре. Переходите по ссылке в описании и начинайте играть прямо сейчас. Ссылочки в описании. С самого начала хочу вам сказать, что самое главное это понять эту тему. Потому что если ты эту тему поймёшь, то ты её очень легко запомнишь и не будешь париться. А если ты её не поймёшь, то у тебя уже конечно же будут проблемы, ты будешь всё забывать и нарушать. Но я вам сейчас всё очень просто объясню, так что у вас с этим проблем не будет. Как вы знаете, в конце названий многих серверов есть РП. Радмир РП, Амазинг РП, Резон РП и тому подобное. Что такое РП? РП это игра по ролям. Но давайте согласимся, игра по ролям никому ничто это не говорит. Я вам скажу так простым языком. РП это симуляторы жизни. И если мы видим в конце сервера РП, это означает, что на этом сервере идёт симулятор настоящей жизни. Но очень важно различать настоящий мир от игрового. И поэтому давайте представим два мира. Настоящий мир, который называется ООС. Это мир, в котором меня зовут Стас, в котором мы идём в школу, в котором мы приходим домой, отдыхаем, садимся за компьютер и тому подобное. И РП мир, игровой мир, в котором мы играем за нашего персонажа. Допустим, меня в игре зовут Стэн Лютер и я захожу в игру. И я играю как Стэн Лютер, не играю как Стас, а именно как мой персонаж. И я знаю только тот мир, который находится у меня в игре. То есть карту, тех людей, которые в игре, те работы и тому подобное. И для этого в игре существует два чата. ООС чат и РП чат. Эти чаты отличаются тем, что в РП чате мы говорим про то, что находится чисто в игре, что не касается реальной жизни. А в ООС чате мы уже пишем всё, что мы хотим. Допустим, я могу написать в РП чате, что, к примеру, в РП чате ко мне подъезжает таксист и спрашивает, куда мне ехать. Я ему скажу, мне надо ехать в Арзамас. Это РП информация. Или, допустим, меня спросит доктор в больнице в игре, что у меня болит. Я ему говорю, у меня болит голова. Ну а если же меня, допустим, друг спросит, какая у тебя видеокарта, то я уже зайду в ООС чат и напишу, какая у меня видеокарта. Или мне, допустим, надо сказать, братан, зайди в ВК и чекни моё сообщение. Я тоже это напишу в ООС чат. ООС чат пишется так. Нажимаем, как всегда, F6, но вместо того, чтобы просто писать текст, мы уже пишем слэш N. И пишем любой текст. Со стороны это выглядит, как будто человек пишет что-нибудь, но у него текст более тусклый. И с двух сторон есть скобки. Я думаю, что вы часто такое видели. Так вот, если человек пишет так, значит он пишет про информацию с реальной жизни. И, кстати, нарушение этого правила называется МГ. Так мы уже и подошли ко второй части. Когда вы приходите на собеседование, вас спрашивают РП-термины. РП-термины – это правило любого РП-сервера. Они универсальны для всех серверов. Я лично их никогда не учил, но я сейчас их уже всех запомнил, потому что их очень легко запомнить. Их вообще мало. А на собеседовании вообще спрашивают так штук 5 максимум. И все. Так что это очень легко. Я вам советую их просто иметь где-то в телефоне, когда вас будут спрашивать. Просто перечитывать и записывать. Вы по-любому будете знать, что так делать нельзя. И все. Смотрите, самые распространенные РП-термины – это, допустим, МГ. МГ – это путание чатов, как я уже и говорил, когда ты пишешь информацию с реальной в жизни в игровой чат. Дальше. ДМ – это причинение вреда другому игроку без всякой той причины и тому подобное. Все эти РП-термины я оставлю в описании. Можете посмотреть, скопировать и сохранить себе. И второе, что требуется во время собеседования – это РП-отигровка. В РП-мире мы не можем просто так взять и через команду показать паспорт. Просто написать «slash pass» и все. Нет, мы должны показать другим людям, что мы реально берем и передаем паспорт. То есть мы должны сделать действие какое-нибудь. И для этого нам надо это написать, что «вот я беру паспорт и даю человеку». Для этого есть две команды – «slash me» и «slash do». «me» отвечает за действие. То есть я пишу «me» и пишу третьего лица. «Взял паспорт с кармана и передал человеку». И потом в чате будет отображаться, как мой ник «StanLuther» взял паспорт с кармана и передал человеку напротив. «Ado» – это процесс. Можно так всегда писать процесс, но я, допустим, пишу «передача». И в конце концов получается «StanLuther взял паспорт и передал человеку напротив» и «передача». И уже после этого пишу команду «pass» и уже показываю паспорт. Это «rpad-игровка» называется. Эти две команды вам просто надо запомнить и всё. Есть ещё и другие, но они, в принципе, не так важны и никто от вас их не будет требовать. Но, как вы могли заметить, в многих бандах, в том числе и в моей, при вступлении в банду требуется АХК. Я без АХК вообще не принимаю. Что такое АХК и что такое бинт? АХК – это просто программа. А вот бинт – это файл, который помогает вам делать рп-отигровку просто нажатием одной клавиши. Вы часто могли увидеть, как доктора, как полицейский очень быстро пишет и очень быстро отыгрывает рп-отигровку. И вы могли подумать, человек же физически не может так быстро это всё делать. Так вот, они это всё вообще не пишут, они не парятся, они просто нажимают на одну-две кнопки и всё. Смотрите, как скачать АХК и как сделать так, чтобы всё писалось само при нажатии одной кнопки. Во-первых, мы должны скачать программу, ссылка будет в описании. Вы скачиваете AutoHotK и следующее, что вы делаете, вы должны зайти на форум вашего сервера. И, допустим, мне надо отыгровка оружия, что я достаю оружие и начинаю стрелять, потому что вставать оружие без рп-отигровки запрещено. Я захожу в раздел «Мафии» и нахожу там АХК. Там будет текст. Этот текст надо просто взять, скопировать, переставить в любой текстовый документ. Обычно это блокнот, я советую вам пользоваться только блокнотом. Берёте и копируете туда и сохраняете. Это всё, что вам надо сделать. И следующее, что вам надо сделать, это зайти уже в папку с АХК и зайти в папку «Комплиер». И здесь будет такая программка, мы должны её открыть. Как вы видите, сверху есть две кнопки «Browse», одна выше, другая ниже, но нас интересует самая высокая, которая означает «Source Script File». Это написано слева. Нажимаем «Browse» и находим папку, в которой мы сохраняли наш текстовый документ. И смотрите, когда мы зайдём в эту папку, мы не увидим наш файл, потому что у нас по автомату будет искать только файлы, у которых кончание АХК «Auto Hotkey Files». Поэтому мы должны поменять и нажать на «All Files», чтобы наша программа видела все файлы. И выбираем наш файл и нажимаем «Открыть». И второе, что нам надо сделать, это нажать «Convert». Нажимаем и видим, что «Conversation Complete», то есть всё уже готово. То есть для нашего текстового документа уже готов файл, благодаря которому мы сможем уже нажимать на одну кнопку. Нажимаем на этот зелёный файл два раза и всё. Он у нас работает в фоновом режиме. Теперь, когда мы зайдём в игру и будем нажимать на кнопку, за нас всё это будет говорить. И как понять, на какие кнопки нажимать? Для этого мы должны открыть наш текстовый документ и посмотреть на него через блокнот. И тут мы видим, что здесь очень много всяких символов. Но самое главное, что нам надо видеть, это кнопки. Тут написано «Нумпад 1», «Нумпад 2» и тому подобное. Это самые распространённые кнопки. Это цифры, которые находятся с правой стороны. И смотрите, «Нумпад 1» и снизу написано «Send Message» и тому подобное. Тут написано «Ми взял оружие из спины в руки» и тому подобное. Вы можете не париться, просто посмотреть, какие кнопки. Потом зайти в игру, понажимать, попроверять самому, как я раньше и делал. Я просто скачивал бинт на оружие, заходил в игру, смотрел, что надо нажимать на «Нум» и всё. Заходил, нажимал, значит «Нумпад 1» это у нас достает оружие, «Нумпад 2» прячет и тому подобное. Это всё запоминается. Вот и всё, в принципе, друзья. Если вы будете знать всё это, то вы без проблем поступите на любую работу. Вы не будете получать варны, ну, если будет дело касаться именно вот этих правил. И у вас будет всё очень хорошо. Я думаю, что я вам помог этим видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, если это так. С вами был Стэн Лютер. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока.